Автор многих десятков популярных песен, среди которых Антошка, крейсер Аврору, Чунга Чанга и Чму учат в школе, был человеком состоятельным. Теперь, после его смерти, детям от двух браков предстоит разделить его движимое и недвижимое имущество. В Москве у Владимира Шаинского была роскошная четырехкомнатная квартира площадью 105 квадратных метров в Сталинском доме напротив Куршского вокзала. Туда он въехал, продав свою уютную двушку на бывшей колхозной площади, где проживал много лет. Он объяснял, поскольку дети выросли, занимаются музыкой, играют на фортепиано, каждому нужна отдельная комната. Рядом с домом у композитора был гараж. Как говорят риелторы, стоимость квартиры на земляном валу превышает 26 миллионов, еще три стоит гараж. С 2000 года Шаинский жил в Израиле, имея гражданство. Правда, там он жилье снимал. Первый раз поездку в Израиль я задумал в 1948, когда учился в консерватории, где впервые столкнулся с антисемитизмом. Считал, что еду в Израиль и постепенно стану израильским композитором. «Я еврей и большой патриот своей нации», — рассказывал Шаинский. «К тому же все мои песни еврейские. Это кадиши, переделанные под якобы русские песни. Но оказалось, что там уже все места заняты русской мафией. Все схвачено, за все заплачено. Поэтому и не было у меня там такого успеха. К тому же в Израиле, оказывается, я не имел права выезжать за границу больше, чем на месяц. От государства я получал немного, субсидия всего полторы тысячи долларов. Сегодня, как говорят, в Израиле с женой живет старший сын композитора бизнесмен Иосиф. Там же появился на свет и Марк, второй внук Шаинского. А в середине двухтысячных Владимир Яковлевич переехал на юг США, в город Сандиево, где получил вид на жительство. Мне нравится Сандиево солнечной, зеленой, все улыбаются, спортом занимаются. Да еще и океан рядом. Вот мы в 2007 году и поселились здесь. Во-первых, тут дочка училась. Во-вторых, в Америке есть все условия, чтобы человек мог продлить свою жизнь. Не только клиника, но и медицинское обслуживание. Специальные медицинские приспособления, которые нужны после операции по удалению органа, которая у меня была в 2007-м. В России таких приспособлений нет, и заказывать их было очень сложно, объяснял иммиграцию Шаинский. В центре Сандиево он купил дом с садом, где росли гранатовые деревья и инжир. Ориентировочная стоимость американской недвижимости Шаинского 850 тысяч долларов, примерно 49 миллионов рублей. Таким образом, его детям от разных браков, двум сыновьям и дочери после похорон композитора предстоит все это поделить. Продолжение следует...